МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасный обгон. Под Новосибирском водитель без прав спровоцировал смертельную аварию. Перевернулся на бок. Спешка автомобилиста привела к столкновению на Красном проспекте в центре города. До остановки 2 километра пешком. Жители балластного карьера возмущены отменой единственного маршрутного автобуса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем выпуск с информации о смертельной аварии, которая произошла в Барабинском районе Новосибирской области. Молодой человек погиб в столкновении Хонды и Газели. Предварительно виновником ДТП называют 49-летнего мужчину, который сидел за рулем Цивика. У него нет водительских прав, тем не менее он все равно отправился в поездку, взяв с собой 21-летнего пассажира. На трассе Р-254 автомобилист выехал на встречку для обгона, но в свой ряд вернуться не успел. Иномарка врезалась в газ. Пассажир Хонды погиб мгновенно. Оба водителя получили травмы. Другой дорожный инцидент произошел на трассе под Новосибирском. Около верх Тулы вспыхнул грузовик. Пострадал дальнобойщик. В МЧС сообщили, что загорелось колесо многотонника. Шофер повредил ногу, когда выпрыгнул из кабины. На тушение огня у пожарных ушло около 15 минут. Обошлось без жертв. Полиция разыскивает тракториста, который устроил аварию и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел сегодня в 8 утра в Берске. Лихач на спецтехнике на перекрестке врезался в маршрутку. В салоне общественного транспорта было 8 пассажиров, благо травм никто из них не получил. Если вы были свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, номер которого указан на экране. Еще одна серьезная авария произошла сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска. Травмы получил 7-летний мальчик. 23-летний водитель Марк-2 при развороте не пропустил встречную королу, в салоне которой сидел ребенок. По нашим данным, школьник не был пристегнут. Пострадавшего забрали медики для обследования. Другое ДТП произошло на Красном проспекте. После столкновения одна из машин оказалась на боку. Кадрами последствий аварии поделился очевидец. Красный проспект, прям за Ройл парком. ДТП серьезное, Камри, сороколочка. И что-то перевернулось у нас. Понтияк Вайб, походу. Или Тойота, как я не помню. Серьезненько. Так что скоро будут пробочки. Мужчина на Камри выезжал со второстепенной дороги на проспект. Не пропустил Понтияк, который от удара перевернулся. Помощь медиков потребовалась пассажиру Вайба. У него несколько ушибов. И последнее. Жители балластного карьера возмущены отмены автобуса номер 4 в Новосибирске. Теперь на дорогу до садика или поликлиники уходят в два раза больше времени. На стихийной встрече недовольных побывал наш корреспондент. Я четвертый день нахожусь на стрессе. Я два часа бегу на работу утром, два часа вечером. Я не вижу детей, я не вижу семью. Почему я должна приходить домой ночью? Ответьте, за что? Почему? Автобус номер 4 перестал ходить с 1 октября. Она уже вызвала негодование жителей Ленинского района. Предложенный мэрии альтернативный маршрут через улицу Большую не учел интересы людей. Видите, вот широкая улица, здесь находится поликлиника, здесь находятся школы и детские сады, которые посещают наши дети. Мы не можем туда добраться. Если мне ехать на 55 автобусе, мне надо будет ехать как минимум 2 часа, чтобы доехать до ближайшей остановки, которая находится рядом с детским садом, и полтора километра по дворам идти пешком. Мама с детьми вынуждена ходить до ближайшей остановки 2 километра, лишь бы не стоять в пробках и успевать в садик или в школу. Пробирается вдоль дороги, без освещения, по грязи и слякоти. Опасно для жизни. Идешь, тут железная дорога, сейчас очень много поездов стало, намного больше. По линии идешь. А здесь ездят машины-камазы, которые не останавливаются. Они летят, но пока трагедии, наверное, не будет. В микрорайоне есть только педиатр и терапевт, а аптек нет. Чтобы попасть к другим специалистам или получить лекарства, нужно ехать до станционной или широкой. Но удобный автобусный маршрут, который пользовался спросом, отменили. У инвалидов, которые получают годные препараты в 18-й поликлинике, мы тоже туда, вот они приводят, берут рецепты и едут туда получать. То есть пешком идти очень далеко. Ранее мы добирались и на четвертом автобусе, теперь мы должны вокруг добираться на 55-м. Эти постоянные пробки на большой – это какой-то ужас. Во-первых, во-вторых, с детьми туда, в этот автобус лезть, нам приходилось ездить с коляской на четвертом автобусе. Там позволяли двери, чтобы мы занесли туда коляску и доехали с детьми до нужного места. 55-й автобус мы при всем желании не затолкаем. Из-за отмены прямого маршрута дети вынуждены отказываться от спортивных секций, а кто учится со второй смены, начинает опаздывать на уроки в школе. По недельник среда мы отменили, потому что 55-й не ходит, это поздно. Мы оставили субботу на 10 часов утра, но он по субботам автобус тоже 55-й не ходит. Он ходит пешком до мих колонны. Ребенку 10 лет. Как учитель понимаю, когда ребенок говорит, я не могу прийти на первый урок, потому что просто нет транспорта, потому что нужно пересесть, нужно дождаться один автобус, потом дождаться второй автобус. И сейчас мы остались просто на краю, вот как, наверное, есть балластный карьер, вот на краю, так и мы, получается, на краю жизни сейчас. Такое ощущение, что мы никому не нужны. Жители требуют, если не вернуть автобус номер 4, то хотя бы пустить любой другой, но обязательно от карьера, по маршруту улиц станционной второй и станционной. Просят услышать их. Мы перекроем улицы просто. Верните на маршрут! Верните на маршрут! Верните на маршрут! На этом пока все. Если стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на канал в Телеграме экстренный НСК. А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.